Умные к умным, красивые к красивым. А куда деть российскую действительность, особенно когда ни туда, ни сюда не принимают? Так, конечно, в думу. У нас там все как на подбор. На этой неделе кринж заявлений просто зашкалил. И, если честно, я даже не знаю, с чем это связать. Это Вести без Киселева, наш совместный проект от каналов Ермак Медиа и Реальная Журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Надо не приумножать, а делить. И делить желательно между своими. В своем отчете о работе правительства за прошлый год премьер Мишусти назвал главную причину роста цен на продукты. Это жадность. И это не то, что вы подумали. Здесь речь идет о жадности бизнеса, который совсем отбился от рук. От государственных рук. Но, цитата, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе. Конец цитаты. А чего вы хотели? Рыба-то гниет с головы? Если вы показываете пример успешной наживы на собственных гражданах, то и предприниматели думают, что так тоже можно было. И вот тут уже вопрос к вам. А где грамотность выстроенной вами экономической политики? Где работа антимонопольной службы? Помним мы ваши потуги сдержать цены на масло и сахар. И где они теперь? В космосе. Я сейчас не про потуги. Ну что ж, в ближайшем будущем ждем налоги на налоги и новое повышение цен. Да здравствуют макарошки и лозунг «Аппетит уходит во время еды». А вы продажный или покупной? Первый замсекретаря Совета Безопасности Юрий Аверьянов на этой неделе заявил о новой угрозе, исходящей от стен Вашингтона. Все опять прозаично. Нас снова пугают биооружием и созданными Америкой биолабораториями. Слушайте, вроде не так давно этот вопрос уже поднимался. И вроде как даже надежный щит в сфере биологической безопасности искали. Но, видимо, не нашли. Раз снова заговорили об угрозе. На этот раз особенную озабоченность эксперта Аверьянова вызвало приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России. Ну типа, если не дай бог созданные в этих лабораториях смертельно опасные микроорганизмы случайным образом попадут в окружающую среду, то это приведет к массовому поражению населения России. Друзья, ни одной кажется, что переживать по этому поводу надо не только России, но и другим странам тоже. Вообще-то это наши чиновники не то, чтобы работать, но и жить и отдыхать в России не любят. Они все больше к странам зарубежного содержания тянутся. Там у них и семьи, и недвижимость. И именно они же и станут теми первыми курьерами заразы, которые вернут и Америке, и странам НАТО созданные в их же лабораториях вирус. Это во-первых. А во-вторых, помните, в конце апреля наш Геннадий Онищенко громко так заявил об американском следе в распространении нового вируса. Окей, тогда у меня вопрос. Если это начало испытаний Америкой своего биологического оружия, то какого черта они себя не обезопасили? Ведь ошеломляющие цифры как по заболеваемости, так и по смертности выявлены именно в стране потомков Колумба. Или это действие бумеранга. Так в чем тогда опасения Аверьянова, Онищенко, Патрушева и им подобным? Ну создают они свое биологическое оружие, от которого сами же и страдают. Да и бог с ними, у нас же робот на выдане. Помните, в начале года Министерство обороны рассказывало нам про разработку многофункционального робототехнического комплекса, способного осуществлять радиационную, химическую и биологическую разведку. Тот же робот, как планировалось, должен был стать ликвидатором последствий применения химоружия. Так что, друзья, если деньги в стране не попилят раньше, чем создадут чудо-машину, нам опасаться нечего. Мы выявим любую заразу, а с нашей суперспособностью создать любой антидот мы еще и всех переживем. Так что, друзья, как бы не пытались российские власти навязать нам к двум главным проблемам, дуракам и дорогам, третью в виде микробов, а ничего не выйдет, лидируют у нас по-прежнему первые. Надоела коррупция? Не терпишь беззакония? Высказываешь свое мнение? Все с тобой понятно, продажная ты американская скотина. Да-да, это я про тебя говорю. И про тебя, если тебя тоже не устраивают постоянно растущие цены и постоянно богатеющие чиновники. Все остальные могут спать спокойно. В чью сторону они откроют свой рот, нам уже и так понятно. На этой неделе секретарь Совбеза Николай Патрушев призвал усилить мониторинг информационного пространства. По мнению этого гениального человека, в преддверии выборов в Государственную Думу в России активизировалось внешнее воздействие, направленное на нагнетание напряженности. Во как! То есть права я была, когда в прошлой программе сказала, что пока Байдену власти у нас неумолимо растут цены на продукты, коммуналку и бензин. А еще появляются новые штрафы и совершенствуются старые. Все это внешнее воздействие с целью умолить достоинства российского президента. Ну и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Но, во-первых, мне непонятно, почему товарищ Патрушев не сказал, кто и чем дестабилизирует Россию. Во-вторых, странно, что еще не заговорил о наказании. У нас же оно не как у Достоевского в названии романа. У нас оно и без преступления наступить может. Как говорится, был бы человек, а остальное приложим. Но вернемся к внешним атакам. Так чего же на самом деле так опасается Патрушев? Может быть, американских ушей в наших честных выборах? Или зависти натовских соседей? Это ведь к нам едут американские бывшие спортсмены, чтобы у нас стать лучшими единороссовскими депутатами. Такое ощущение, что методички нашим чиновникам давно не обновляли. У них как выборы, так и внешняя атака. Ну и самое главное, что всегда находятся любители на это шикарное блюдо. Слушают и кушают, кушают и слушают. Ну и поскольку таковых немало, Байден продолжит нагнетать ситуацию с ценами, НАТО продолжит поднимать пенсионный возраст, а биолаборатории продолжат выпускать вирус, поражающий исключительно россиян. Грузовик с «Оскарами» уже подъехал, командуйте, куда выгружать. Война войной, а индексация заработной платы по расписанию, правда, касается это в первую очередь чиновников. В прошлом году их финансирование было увеличено на 11%, всего за два года рост составил 17%. Повышение объяснили инфляции. И это, на секундочку, невзирая на пандемию и снижение доходов населения. Видимо, уровень инфляции у чиновников и у пенсионеров какой-то разный. Сами депутаты, правда, говорят, что индексация их не коснулась, но при этом, как пишут открытые медиа, ни один народный избранник, отразивший в декларации только доходы от работы в Госдуме, не сумел пояснить увеличение годовой циферки. Олег Шейн, например, получил лишние 600 тысяч рублей, Андрей Ольшевских – 200, единоросс Алена Аршинова – 300 тысяч рублей. Плюс полагающиеся депутатам всякие льготы в виде езды в общественном транспорте. Зачем? И оплаты служебного жилья. Видимо, жить в федерации рядом с сенатором Калишесом, которому приписывают 500 квадратных метров этого жилого комплекса, уже незачетно. А теперь вспомним индексацию пенсий за тот же период. В 2019-м это было 7%, в 2020-м 6,6%, к 2024-му эта цифра и вовсе упадет до 5,5%. И это я молчу о зарплате среднестатистического россиянина, которую он зарабатывает от слова раб на своей не всегда легкой, не всегда интересной и уж точно не всегда высокооплачиваемой работе. Налоги, штрафы, лишение права голоса, страх перед власть имущими. И вот оно, счастливое рабское будущее. Да, кстати, и не забудьте про ипотеку. Ну а на этом у меня все, увидимся в эфире уже совсем скоро, всех люблю, пока-пока.